Всем доброе утро! А у нас сегодня просто супер великолепная погода, и мы отправляемся в Минск. Так что поехали с нами! И вот по дороге в Минск, в Беларусь, на полях такая красотища розовенькая. Это Иван-чай. Прям повсеместно. Очень красиво смотрится. Это мы подъехали к заправке. Раньше это было Бипи. Сейчас это зерно. Это 8 километров до границы с Беларусью. И здесь можно сделать грин-карту на легковую машину. Это стоит, ну, неважно, седан это или джип, стоит 1050 рублей. Это самый минимальный срок. По-моему, это на 15 дней. И там у нас уже закат. И вот такая огромная пробка километров на 5 из грузовых машин, которая идет на таможню в Беларусью. А это мы уже едем по Беларуси, и лес сменился полями. Это белорусская заправочка «Беларусьнефть». Сейчас на нее зайдем. И вот тут на заправке вот такая скульптурка необычная. Ну, это вот такие у нас обезьянки. Тут на заправке алкоголь есть и крепкий, и некрепкий. Всякие разные перекусики такие детские. Ну, в общем, все как у нас, конечно. Ну, вот у нас уже алкоголя нет. Прям даже непривычно. Это наш номер в отеле «Мариотт» в Минске. Такой большой, с двумя отдельными кроватями. Очень большой номер. Но мы, правда, «Делюкс» взяли. И там очень классный вид на реку. Ну, сейчас ничего не видно. Сниму завтра с утра. Ну, и тут такой уголочек чай, кофе, водичка. А у нас уже новый день, новое утро. Вот такой классный вид открывается из отеля «Мариотт». Здесь обычно уже с утра пораньше на сабах и на байдарках катаются. Но что-то сегодня нет еще пока. Выходной. Все отдыхают. Вот тут прямо аквапарк. Здесь, кстати, есть небольшая лодочная станция. Можно на кораблике покататься по реке. Вот это такое полукруглое здание «Марун». Это ресторан. И за территорией отеля находится казино. И еще там находится кинотеатр, где можно посмотреть все новиночки кинопроката. Это у нас в отеле такой холл «Атриум». Это на четвертом этаже. Вот такой вид. Вниз на первый этаж. Там рестораны, завтраки. На втором этаже такая чилл-зона. Можно посидеть, отдохнуть. Очень прикольный отель. И вот тут в холле отеля очень много вот таких скульптур. И их, кстати, можно купить. Это мастерская известного скульптора. Там внизу есть такой QR-кодик. На него наводишь. И попадаешь на его страничку. Вот еще одна. Там ресторан-завтраки. Но мы едем в наш любимый ресторан для завтраков «Гранд Кафе». Позавтракаем сегодня там. Прямо там проход в спа-центр. На минус первом этаже спа-центр. И вот такие еще красивые картины здесь тоже можно приобрести. Такая красотища. И здесь еще можно взять электросамокаты в аренду покататься. Вот как раз прямо они стоят. Вот это мы вышли из отеля. Фонтанчик тут бьет. Очень красиво. Природа просто суперская. И вот так выглядит со стороны этот отель «Мариотт». Вот это дворец республики. И тут же есть парковка. Это очень удобно в самом центре так припарковаться. И мы идем в «Гранд Кафе» кушать. Это старый город. Потом пойдем погуляем. Мы тут, правда, уже 10 тысяч раз гуляли. Но погуляем еще раз. А это Белорусская Академия Музыки. Такое красивое здание. А прямо будет гостиница Европа. Ну, вот так выглядит как раз «Гранд Кафе» со стороны улицы. Это мы уже пришли в «Гранд Кафе». Вот так выглядит «Гранд Кафе» внутри. Это наш завтрак подоспел. Это драники, яйца «Бенедикт», лосось, кашка. У красотки моей тоже кашка. И капучино. Вот на десерте к нам принесли еще такую вкусняшечку. Правда, уже практически ничего не влазит. Это очень вкусно, очень красиво. И очень красивый вид прямо на старый город и на гостиницу Европа. Вот такая вкусняшка тут продается. Очень красивое кафе. А главное – очень вкусное. А это мы. Это вход в туалет. И вся косметика здесь «Зелинский Инт Роузен». Это такая израильская, очень хорошая фирма. Так, это мы идем по центральной улице. Называется «Улица Ленина». Вот только что мы тут сидели в «Гранд Кафе». И сейчас идем в их местный «ГУМ». Конечно же, не обошлось без того, чтобы нам зайти в их фирменный магазин «Конте». Посмотрим, что тут есть. Вот такие прикольные топики прозрачные. Майки всякие разные. И вообще много всякой одежды прям даже. Топиков полно всяких вязаных. И не только. Решила померить вот такую кофточку интересную, черную. Очень прикольно смотрится. И взяла еще вот такую розовенькую. Это тоже этой фирмы «Конте». Это белорусская фирма. И вот такая черная. А вот здесь прозрачная вставочка. У нас, конечно же, не обошлось без покупок «Конте». Это мы в самом центре как раз. И идем в «ГУМ». Вот так прикольно оформлены витрины. Вот такие монументальные лестницы, как в старинных российских магазинах. А здесь отдел с косметикой, с белорусской. Вот на этой лестнице такие эмблемы. Советские еще звезды. Здесь надпись «ГУМ». Очень прикольно. Меня, конечно же, занесло в отдел косметики. Но это не белорусская косметика. А вот эта «Зая» – это польская косметика. Очень классная. Скраб такой для тела с микрогранулами. Это сразу же с маслом. Реально очень хорошая косметика. Я покупала ее раньше. Особенно, когда мы путешествовали там на машине. Когда ешь в Европу, все равно едешь через Польшу. И покупала. Это всякие лосьоны для тела. А вот здесь еще много масок для волос. Вот это я знаю классное, питательное, оливковое. А вот это такая разглаживающая. Очень классный такой уход. И тоже шампуни всякие. И вот такая еще натуральная косметика «Хэрблке». Тоже шампуни, маски и для тела. Очень классное средство. Вот это вообще с лавандой суперский гель для душа. Это мы едем в сторону Нарычи. Озеро Нарыч. И на Белое озеро. По дороге остановились. Такое красивое место. Это река Вилья. Это мы приехали в деревню. Называется Наносы. Это 150 километров от Минска. Это такая этнодеревня. Этнографический комплекс. Очень популярное место. Когда-то здесь были года два назад. Вот сейчас снова приехали. Также тут есть музей самоваров. Вообще очень такое аутентичное место. И вот тут следует обращать внимание на детали. Вот именно в них тут весь такой... И изюминка этого места. Вот такие классные бочки. У них какие-то растения. Здесь дровник. Прям прикольно, как настоящая деревня. Окна со ставнями. И такие шторки расшитые. Решилье. Внизу. Очень колоритное местечко. Кто будет в Беларуси, очень-очень советую. Эти домики, кстати, можно снять. Но просто сейчас было уже все занято. Надо заранее этим как-то заботиться. И тут можно провести выходные. Прям переночевать. Вот такая тут прикольная мельница. В общем, очень-очень колоритно. Это мы пошли просто прогуляться по деревне. Идем в сторону пляжа. Там еще яхт-клуб есть. Вот такая настоящая деревня. Домик называется 13-й Кордон Михалыч. Продается. Вот если кому надо. И вот такая тут скульптура рыбака. Прикольная. Сейчас подглядим немножечко в погородик. Так, прикольно. Вон собачка там гавкает. Это этот, как его? Шпис. Ой, боже мой. Прикольный. В общем, красота. Так, прикольно. Как будто ты в настоящей деревне. Очень здорово прогуляться. И что интересно, все дома, но не все, большинство покрашено вот так вот двухцветным образом. Это называется Бейкер-стрит. Это тоже был какой-то туристический объект два года назад, но тоже продажа. И причем такое мы вот увидели везде. Не знаю, может, как-то эта пандемия подкосила, или уж не знаю, что еще. Сейчас пойдем в яхт-клуб. Вот этот яхт-клуб. Здесь есть катание на катерах, прокат лежаков и так далее. А вот лебеди. Вода чистая-чистая. И тут даже кувшинки цветут. Такой цвет красивый. Может, это лотосы, конечно, я не знаю. Но прям красота. Сейчас пойдем прогуляемся. А вот так все это выглядит с воды. А вот тут есть такой импровизированный колодец с журавлем. А туда дальше сейчас будет водяная мельница. Вот так выглядит эта мельница сверху. Вот водичка отсюда поступает. и течет вот так вниз. И потом вот в этот прудик с кувшинками. Субтитры сделал DimaTorzok